Коли стегетые древы выглядали величные и придавали головной площади Бреста парадный выгляд. Но, на жаль, с каждым годом их крона становится усерадей, галины сохнут, а верховины скрывляются. По причине непрезентабельного выгляда елок в минулом году Гарвыконкам принял решение заменить их на новые. Жалко, 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 потому что это все-таки веками рощенные елки, пусть растут. С одной стороны, может быть, и жалко, ведь деревья растут уже столько лет, а с другой стороны, может быть, и стоило и кривые, и облезлые. Жаб, драхлые, а тебе нужно некрасиво смотреться на таком красивом месте. Их надо поменять, конечно, потому что это некрасиво. Для такого красивого города такие некрасивые елки. Оптимальный термин замены хвой – красавик. А это значит, что старым елкам уже недолго жить на площади. Развитание с елками-старожилами не за горами. В худшем часе они заступят свое место молодым зеленым нащадкам. Молодые елки уже закуплены. На днях они прибыли в Брест и чекают с новоселья. По кольчасовой пропиской зеленого молодняку стала территория предприемства «Комунальник». И питать зеленый для этих деревцев худший клише. На самой справе это вид блакитной елки. Ее гатунок называется «Хупсия». Свойство этой ели, она устойчива к солнцу, требовательна к влаге. Но при технологии посадки данного вида культуры, в принципе, как и всех елей, необходим дренаж. То есть застой воды тоже очень вреден для нее. При посадке в любом случае будет почва меняться и подготавливаться почва, будет прокладываться дренаж, будет организован полив на площади, специально приведен, чтобы сохранить их. По кольце саджанцы, а у сего их 30, находятся в катках. У них я не прибыли с фермерской господарки Гродзенщины. Узрост ялинок 6-7 годов. Вышеня – урост человека. Приросту первые два года чекается сантиметров 20. Далее больше активный – до 50 сантиметров в год. Высаживать саджанцы плануется после спилования старых елок. В селитах это будет самый знаковый момент зеленения областного центра. Учаканье переезду на городские улицы и тысячи кветок. Пятуньи и Канны, Ценерары из Сальвии, Бягонии и Астры. В этот сезон высадят 700 тысяч одногодовой рассады. На 40 тысяч больше за минулый год. Наш перечень рассады мы с каждым годом увеличиваем. Изучаем потребность населения. Хочется, чтобы город наш был всегда ярким, цветущим, радостным. Чтобы цветы приносили радость, настроение. И был самым красивым городом. Все лето в Бресте на День города пройдет уже другой полик у фестиваля кветок. Там у предприемства коммунальник рыхтуется и до этой кветковой фееры. Людмила Салзин, Александр Сивицкий, телерадио компания «Брест».